Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. На фоне возни вокруг русского заговора, которое длится уже третий год, многим другим событиям не уделяется должного внимания. Например, крупные корпорации начали невиданную доселе яростную атаку на свободу совести и на ваше право открыто выражать свои взгляды. В отличие от диктаторов прошлого, их последователи не говорят об этом вслух. Им не хватает благородства ясно сформулировать свои намерения. Вместо этого они маскируют цензуру, усыпляя нашу бдительность избитыми фразами HR-менеджеров. Послушайте, как Марк Сукерберг говорит о смерти свободы слова в Америке как о чем-то очень позитивном и нуждающемся в нашей поддержке. Мы работаем на упреждение, чтобы все наши партнеры и разработчики использовали наши сервисы во благо. Одна из наших основных задач — исключить из рекомендаций и поиска группы, в которых содержится дезинформация или вредный контент. И мы прилагаем много усилий, чтобы окончательно удалить группы, главная цель которых — нарушение нашей политики, и которые несут в себе угрозу. Фашизм с элементами наркотического бреда. Несут в себе угрозу. Что именно это значит? Что кому-то причинят реальную боль? Или что люди будут говорить вещи, которые не нравятся Марку Сукербергу и которые он считает вредными для бизнеса? Вчера Фейсбук обнародовал новый список своих врагов. Алекс Джонс, Майло Янополос, Пол Джозеф Уотсон, Луис Фарахан, Лора Лумер — все они были признаны опасными личностями и забанены на Фейсбуке и в Инстаграме. Алекс Джонс и его Инфо-Ворс также были забанены с характеристикой «опасная организация». Чем именно опасная? Насколько опасен Инфо-Ворс? Фейсбук считает его настолько опасным, что вас могут забанить просто за то, что вы делитесь контентом этого сайта, разве что вы осуждаете этот контент. Задумайтесь, просто задумайтесь об этом на секунду. Марк Цукерберг не просто запрещает иметь свое мнение, он решает, какие политические взгляды вам позволено иметь, что всем нам позволено обсуждать в этой стране. Имейте в виду, никто не голосовал за Цукерберга. Ему 34 года, он абсолютно оторван от реальности, у него 72 миллиарда долларов, и все же он может единолично пренебречь первой поправкой впервые за 250 лет. Самое удивительное в том, что наши СМИ это одобряют. Журналисты должны защищать свободу слова. Так вы можете подумать, работа у них такая. Но когда в Америке корпорации Цукерберг приказывает прыгать, они спрашивают, как высоко, мистер Цукерберг. Послушайте, как они восхваляют его и окончательно предают вас. Почему они делают это сейчас? Я бы спросил, почему они так долго ждали. Да, это точно. Да, так вот, Алекс Джонс уже долгое время забанен на Фейсбуке, но сейчас они также удалили менее заметного пола Джозефа Уотсона. Они изолировали их. Это здорово. Отката назад уже не будет. У вас также есть доступ к первой и второй поправке. Не думаю, что наши прадцы хотели, чтобы люди говорили о ненависти и распространяли эти идеи буквально по всему миру через интернет. У меня нет сомнений. Я хочу, чтобы их запретили, заставили молчать, заглушили. Я думаю, это страшные люди. Я хочу, чтобы их запретили, заставили замолчать, заглушили. Но не волнуйтесь. Эти люди вовсе не напуганы. Не обманывайтесь. Не только Алекса Джонса они хотят заставить замолчать, запретить. Недавно Институт Пойнтера, некоммерческая организация, в теории оплот журнализма, выложил список так называемых ненадежных СМИ. Представьте себе, ненадежных. Самоанализ в журнализме в дефиците. Пойнтер создал список с помощью Южного центра правовой защиты бедноты. Можете догадаться, кто в этом списке. Вашингтон Фри Бикон, Дэйли Колор, Дэйли Сигнал, Вашингтон Экзэминер. В общем, все, кроме CNN и MSNBC. Или те, кто не следует всецело их курсам. Пойнтер призвал рекламодателей вносить эти новостные источники в черный список, разоряя их таким образом. Прогрессивные сторонники аплодируют. Они объявили тотальную войну. Мы в реальном времени наблюдаем за тем, как наша страна теряет свободу. Вопрос в том, кто защищает нас. Тех, чье мнение может отличаться от взглядов Цукерберга. Или тех, кто сомневается в абсолютной правдивости NBC News. Не доверяет Марку Цукербергу контролировать наши мысли. Как насчет нас? Кто поддерживает нас? Где наши лидеры в Конгрессе, в Белом доме? Их нет. Пока корпорации не беспокоят их лично, пока с их аккаунтами все в порядке, им нет дела. Глупцы. Будут ли эти люди переизбраны в стране, где корпорации левого толка контролируют ход политических дебатов? Можете ли вы победить на выборах президента, если Гугл против вас? Нет, у вас нет шансов. Не сейчас. Без свободы слова нет демократии. Пришло время перестать лгать. Я играю на гармошке у прохожих. На виду даже лень. Ты рожденья только раз в год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова